Теперь же, что касается работ, все, которые ведутся на площадке. Задаваю вопросы по аттестации лаборатории. Мы целый ряд работ по согласованию документов провели. Сейчас заключительные этапы. В принципе, документы отредактированы. Там всякие шероховатости подправлены. И, читая окончательную редакцию документа, вы получили. Поэтому серьезные шерохи в работе выполнены. Также практически завершены работы по формированию сайта. Все замечания, которые были сделаны, и предложения, которые были сделаны подменными участниками. Огромное вам спасибо. Все это передано по работу со стороны команды Соломаш и тех, кто играл. Соломаш занимался работой. Это все это подготовлено перед прессом, которые должны это нести. Сайт. Все это передано. Но, к сожалению, они заняты какими-то сверхзадачами, сверхсерьезными задачами. Они решают проблему всего прогрессивного человечества. Им некогда в голову глянуть на распроизведенных. Они очень сильно заботились. Они очень серьезные ребята загружены, чтобы сделать работу полчаса. У них времени нет. И спать не надо, и кушать не надо. И в туалет они не бегают, потому что в памперсе сидят. И также хочу отметить, что Энджер передано. И переводы на английский язык. С тех текстов, которые размещены на сайте. И тоже некогда им сделать. Ну никак это невозможно. Я не говорю про то, что передавать туда немецкий, перевод на немецкий, либо китайский. Это уже об этом по-фантастике. Это надо там ножки пасть наверху. Или вылезть чертой матери. Чтобы вылезть рационально обратно. Поэтому, уважаемые коллеги, я отношу тех ребят, которые могут заниматься доминами, сайтами, писать. Выйдите ко мне на связь. Я думаю, мы договоримся. Потому что вы вот этим не напишите. Потому что есть время разбрасывать камни, а есть время соглашать. Поехать я не собираюсь, не желаю. Если на человека не действует увлечения, значит можно консатировать от человекного средства для решения проблем, где он сам работает. А лишняя проблема в проекте не нужна. С этим выводом, да? С участками. На участке сейчас настоящие время проводятся работы по вырубке корослов. Точно так же идет работа по подготовке проекта организации работ, ограждения. Сегодня была большая планерка. У нас каждый день по четвергам идут планерки. Все знают, что такое. По советскому времену чистый четверг, что это чистый четверг – это сексуальный день. когда смотрятся протоколы совещаний, заседаний, планерок и, считаю, зачем проверяется исполнение поставленной зарядки, с рейвинг сроком, движение сроком. Достаточно. Это работа. Это разборный полотен. По всем вопросам. Вот сегодня тоже получается так, что в четверг идет одна часть, потом вторая, третья, а потом выгодная. Да. И сегодня один из вопросов, который рассматривался, это установка ограждения, границы установки, проект организации работ. Тем более, что там есть так называемые серверные клубы, то есть серверные клубы, это обременение дополнительно на совместном пользовании. Он возник и возник почему, потому что по дата-центру, который рядом с нами находится, майнинговой фирмой, собственно говоря, они проложили водопроводы и два кабеля по краю участка нашего, вот в границах нашего участия. Поэтому совместное использование участка, участвует этот участок в службе, который называется серверков. Он может быть разрешен тем или иным способом, но и поэтому сейчас вопрос ставится о размещении гражданин, у границы участка. Прокуратик оказался плевый вопрос, но тем не будет. Тендер проведен, подрядчик выбран для выполнения работы. Также выполнено геодезическое привязка участка, сделаны рапера, расставлены, поэтому работа идет. Это то, что называется начало строительства. Потому что строительство, само строительство. 90% – это подготовка, и 10% – это работа и самостроение. Как я говорила, правильная, качественно выполненная подготовка – это 90% выполненная работа. Правильно сформулировано техническое задание, тоже 90% выполненная работа. Чтобы потом мы не бегали невеста на риге, что в этом сейчас выполняется гигантский объем работ сотрудниками, и компании «Соловмаш», и подрядчика, и генподрядчика, всех смежников. Потому что формируются коммерческие предложения, формируются и тендеры, и коммерческие предложения собираются анализировать. И работа очень серьезная. Также поставщики оборудования. В принципе, 3 дня в неделю – это работа, связанная с основным со строительством. Да, с учетом того, что у нас 5-дневная неделя, посредством занятия проектом – 2 дня. Но в то же время надо учитывать, что помимо работы по строительству ведутся переговоры с потенциальными заказчиками, подрядчиками, там очень много всяких работ. И так же я хотел бы отметить, что ведутся работы по контролеру. Потому что мы сейчас проверяем подрядчикам качество работы, которые они будут выполнять. Потому что мы же не все своими силами не делаем, но много отдаем на супруга. Потому что токарные работы, и литье пластика, там врезерной работы, СМД-монтаж, изготовление печатных пластей – все это отдаётся в группу операции. И всё это отлаживается. Проверяется, отлаживается, проверяется, отлаживается. И в то же время идёт доработка конструкторской документации, по замечаниям. У всех всегда есть некоторая шетохватность, которая надо вырезать. И эта работа тоже ведётся. Также ведётся работа, и она не остановлена, и ведётся по полной силе, по подготовке к производству первых двигателей. первой партии двигателей. Селд-дианосного гаммолета – дианосного R6. Бывает 2 кВт. 1000 оборотов. Это двигатели, которые в корпусе Е1 имеют характеристики двигателя на графитильности классных двигателей. Вот вкратце то, что у нас в следующий день происходит. Кроме того, можно отметить, что закончили ремонт ещё одного подготовленного космичисты. Через ремонт покрасили стены, там они служили потолки, куда мы перемещаем сейчас ОКС. От помещения ОКС будет перемещена бухгалтерия. В помещение, где была бухгалтерия, формируется инженерная группа. И будут заниматься непосредственно сотрудники, связанные с конструкторскими и технологическими работами. Также сейчас ведутся переговоры ещё по помещению, как только там уже какой-то определенный прогресс. Естественно, я вам всё это расскажу. И возвращаясь к площадке строительной, уже многократно говорили о том, что как бы наладит, а куда прямую трансляцию постоянно действующее. К сожалению, в настоящее время такой технической возможности нет. Потому что нет точек подключений, и туда не завезем ещё городок именно, потому что пока мы зачистку участка не произведём, мы не сможем туда ничего разместить. Увидел там фотографию, там поросли всё было. Поэтому нам надо сделать что? Закончить, зачистить, потом снять растительный слой, чтобы можно было разместить. Потому что там вертикальная планировка заниматься, а потом городок не дёргает. Выполнить работы по подключению к энергоносителям и к средствам связи, и, соответственно, к сетям интернета. Поэтому сейчас такой работы выполнить по организации вещания мы не можем. Как только такая возможность появится, мы здесь сделаем. Может быть, не 24 часа в сутки, конечно, но определённое время вещания будет. Поэтому всё движется. Насколько возможно, насколько возможно быстро двигаться, мы двигаемся. Мы даже в некоторых вещах, по некоторым работам, стараемся уйти вперёд, для того, чтобы как-то компенсировать то отставание, то отставание, то отставание, которое образовалось в результате этого всего этого мероприя. Что же касается вопроса насчёт того, все ли мы рогатки административно пошли. Нет, не все. Потому что нам надо будет ещё проходить целый ряд экспертиз по проекту, и потом нам надо будет утвердить его. Проект. И только после этого мы сможем строительно непосредственно приступить к работе монтажа железобетона, конструкции. То, что имеется в виду возведение стах. Перейти на этот этап. Поэтому согласование будет очень новое. Согласование ближайшее, которое у вас стоит на повестке дня. Это надо будет вызывать представителей. Вообще, Владимир Владимирович был нарушен администрацию, в России, особенно в нашей зоне. Согласовать участок здесь, на котором мы будем ставить награждающие конструкции. Мы должны получить согласование, что там нет никаких обременений, нет и коммуникаций, что мы можем производить это обязательно не так. Каждый раз, когда ты даже небольшой слой земли снимаешь. Потому что по нормативам кабель должен лежать на 60 сантиметрах, а зачастую он оказывается 20-40 сантиметрах. Поэтому, если делается какая-то планировочка, ты можешь зацепить эти коммуникации, а потом будет разбирательство очень серьезное, с большими финансовыми последствиями. Поэтому даже вот такие мелочи как можно сделать, это достаточно рядовая работа, которую, можно сказать, и не освещено. На сегодня еще мы подготовили и отдали две заявки на патенты от имени «Слово Мауша». Сейчас рассматривается и готовится несколько публикаций в СМИ, достаточно серьезных. Последствия от них могут быть очень интересны. Я думаю, что после публикации я раскрою информацию, о чем эти статьи. И посмотрим, как электротехническая промышленность в СМИ. Но еще одно, что хотелось отметить. Такой вопрос, который касается переговоров с потенциальными клиентами, с потенциальными инвесторами, с интересантами по участию в строительстве, создании объектов потомных, по строительству завода производства. Переговоры так и ведутся. Но заинтересанты люди разные, с разным уровнем подготовки, с разными финансовыми возможностями. И разный уровень диалога происходит. Но и диалоги тоже разные. Сегодня случайно под диалог попали ребята из команды Александра Судоровна. И они пришлось помещение покинуть, так сказать, на мягких лапках. Потому что по атонуальность только шли переговоры. Но она специфична, скажем так. и партнеры, которые были тоже очень интересные. Просто интересные ребята. за этим по новостях наверное все. Разрешите сейчас посмотрю вопросы, которые появились после того, как я начал говорить, потому что не смотрел за ним. все. Все. В основном, касается звука. Вот, Майалекс говорит, спрашивает, есть какие-нибудь новости? Ну, понимаете, Алексей, порой даже не знаешь, что говорить новость это или не новость, да, она через час уже устаревает. И сзади настолько бывают события, что все их рассказывают, наверное, с посланницей, в основном там главные события, главный момент, который вы отметили на вебинаре, так, чтобы не занимать много времени. То, что имеет большое значение, допустим, то, что мы сегодня с вами рассматривали по депонированию, депозитарии, те вопросы, которые касаются каждого, дольщика по анкетированию, это вопросы очень серьезные, касаются каждого. о приведении соответствия, проверке наличия всей информации, которая есть в реестре. Это важнейшая работа, если там ребята будут обращаться с дополнением, то, что когда какие-то данные надо будет уточнить, к этому надо относиться с пониманием. Это серьезнейший объем работы, к которому мы приступаем на этом этапе. Это подготовка процедуры преобразования с ООО в лично-цензионное общество. По-моему, это самая главная новость. Она вытекает из столь новости, что мы приступили к строительству и, собственно говоря, поезд отправился со временной остановки, да, или с очередной станцией, уже с грузом всех обязательств, обязанностей с полными вагонами. Те, кто связан с этим проектом, с исполнителями, подрядчиками и так далее. Тем более, что уже проплачены первые авансы, идут платежи. Сейчас мы коррелируем и уточняем график платежей, оплаты работы, авансы с графиком поступления инвестиций с теми с графиком, который уже вытекает из опыта, из статистики данных о поступлении инвестиций за весь аппетит, за эти плавают. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова